Субтитры делал DimaTorzok А теперь буквально несколько слов по этапным распределениям задач. Итак, фаза подготовки. В ней мы выделяем два элемента. Первое — выбор места и служителей. Другими словами, отвечаем на вопросы «где и кто?». И второе — формирование представлений и разработка стратегии. Это касается тех людей, которым мы будем благовествовать и с которыми будем созидать церковь. Каковы же здесь основные задачи? Первое — определить перспективу, сформировать видение. Выбрать подходящую модель. Таких моделей, как вы помните, несколько. Основание с нуля, воспроизводство общины и так далее. Следующий шаг — выбрать место, группу основателей и лидера. О критериях отбора мы с вами тоже говорили. Кто должен войти в этот коллектив? Ведь коллектив всегда лучше, чем индивид. Далее необходимо проконсультироваться с экспертами по необходимым вопросам, изучить новый район, пообщаться с местными жителями, а также заручиться молитвенной и материальной поддержкой. Без этого проект по основанию церкви лучше не начинать. Следующий важный шаг — благословение на служение. Любая команда из Материнской Леонид Церкви или эта группа первопроходцев должна получить благословение на это служение, как это описано в 13 главе книги Деяний, через рукоположение со словами «Благословляем вас во имя Иисуса Христа» на проповедь Евангелия и создание новой общины. Это укрепляет дух и придает уверенности и лидеру, и всем членам команды. Я сужу по личному опыту. В большинстве случаев меня самого церкви благословляли на это служение. Над нами совершали молитву, и возникало ощущение, что сам Дух Святой отделяет нас для служения. Это не человеческое предприятие, а Божье. Отсюда и Его поддержка, и наша уверенность. Главная функция основателя на данном этапе — создание коллектива, формирование в команде единого видения. Далее, наша следующая задача заключается в том, чтобы поближе узнать людей, которым мы собираемся благовествовать. А это может подразумевать изучение их языка и культуры. Если я не говорю на их языке, если не знаком с их культурой, это должно стать для меня задачей номер один. Однако даже если это ваш язык и ваша культура, не думайте, что вам все хорошо известно. Не стоит рассуждать так. Я русский и буду трудиться в России. Зачем мне эти культурные особенности? Ведь одно дело трудиться в сибирском селе, и совсем другое — в крупном городе, таком, как, скажем, Москва. Поэтому без культурной адаптации, без учета местных уникальных особенностей, вам не обойтись. Каковы реальные и осознаваемые нужды людей, которым вы будете служить? Возможно, свои духовные потребности они не осознают, ощущая потребность в других вещах. Это может быть что угодно, например, необходимость понимания каких-то моментов воспитания детей, например, приучение ребенка к горшку, или потребность разобраться в вопросах супружеской жизни, или стремление наладить работу с детьми. Всего этого мы еще коснемся, когда будем говорить о благовестии. А пока запомним одно — важно уметь определять и помогать в восполнении нужд людей. Один из классических примеров обучения английскому языку в рамках языковых лагерей и курсов. Это прекрасный способ послужить местному населению и познакомиться с ним. Что еще следует учесть? Возможные препятствия. С чем нам, возможно, придется столкнуться? Как вариант с приятием новой общины как секты, какой-то странной и потенциально опасной религиозной группы. Важно продумать, как на это отвечать. Существует вероятность духовного противостояния. Как к новой церкви отнесутся другие духовные лидеры? Как мы будем на это реагировать? Что еще необходимо? Строить взаимоотношения, знакомиться с местным населением, с какими-то ключевыми людьми. Я, например, всегда старался познакомиться с руководителями других церквей, а в небольших городах и поселках с мэром или главой администрации и, возможно, какими-то политическими лидерами. И, конечно, всегда хорошо, если есть человек, который подскажет, кому следует представиться и с кем следует пообщаться. Такие встречи позволяют избежать взаимонепонимания. Местные руководители сюрпризов не любят, они предпочитают знать, что происходит в жизни города или поселка. Им крайне неприятно, когда о новой общине они узнают от каких-то третьих лиц, и не в первую очередь. Согласитесь, неловкая ситуация. Ведь кому, как не им, надо быть в курсе дела. Вот почему я всегда просил местного руководства о встрече и сам сообщал им о том, кто мы и чем собираемся заниматься. Иногда вручал какие-то печатные материалы. Следующий пункт – выработка стратегии благовестия. О благовестии мы с вами будем говорить отдельно. И далее – сплачивание коллектива, разъяснение целей, развитие духовных даров членов команды. И еще – в большинстве случаев предпочтительно составить письменный проект новой общины. Это не обязательно. Просто так всем легче понять, в чем заключается первоначальный план и кого желательно привлечь для дополнительной помощи – финансовой или молитвенной – в реализации проекта. Итак, на данном этапе от основателя церкви требуется учиться и обогащать свои знания. Не опирайтесь на домыслы. Это величайшая ошибка. Не думайте, что неплохо ориентируйтесь в ситуации. Это не так. Это иллюзия, которая приводит к ненужным ошибкам и нанесению людям нечаянных обид, что в итоге приходится исправлять. В Германии, например, не раз бывало такое, что основание новой церкви в местных газетах анонсировали так. В городе появилась новая секта. И это не где-нибудь, а в газете. И это надо было срочно как-то исправлять. Миссионеры шли в редакцию, предоставляли необходимую информацию, и в следующем выпуске где-нибудь в уголке мелким шрифтом появлялось опровержение, которое, понятное дело, чаще всего оставалось незамеченным. В то время, как выпущенная ранее молния в городе новая секта ужасающей мыслью уже осела в головах у местных жителей. Поэтому было бы куда разумнее прийти в редакцию самим, рассказать о себе, чтобы не просто избежать ненужных сенсаций, но и в конечном итоге увидеть в местной прессе вполне положительную заметку о своем проекте. Вот такие досадные ошибки иногда случаются. В Курской области есть небольшой городок, в котором я когда-то работал. Там есть церковь, и ее пастор активно привлекает в свою общину местное население. Кроме того, он пытается основывать в своем городе и новые церкви. Но население там сравнительно небольшое. При этом существенную его часть составляют цыгане. Цыган, как известно, довольно часто побаиваются. Так что вот у меня возник такой вопрос. Как вы думаете, как лучше поступить в подобной ситуации? Может быть, организовать отдельное богослужение? Или, возможно, попытаться убедить местных прихожан, что никакой угрозы представители другой этнической группы цыгане не несут? Этот вопрос миссионеры и основатели задают давно. И он до сих пор не теряет своей актуальности. То, о чем вы говорите, старожилы движения по основанию церкви именуют принципом однородной единицы, который, в общем, звучит примерно так. Люди предпочитают ту общину, где к ним относятся с симпатией. Проще говоря, мне нравится быть теми, кому нравлюсь я. Вполне естественный человеческий подход. Вы описываете город, в котором представлены две этнические группы. С одной стороны, цыгане со своими культурными особенностями и менталитетом, а с другой, русские. И взаимной симпатии друг друга они не испытывают. Возникает вопрос, что же делать? Пытаться объединить их и научить относиться друг к другу дружелюбнее, или же организовать новую общину и тем самым снять фактор межэтнической напряженности. Дебаты по этому поводу ведутся не один десяток лет. Вариант разделения церквей встречает богословскую критику. Погодите, говорят оппоненты, но ведь в Новом Завете ничего подобного не было. Во Христе уже нет ни Иудея, ни Елены. Напротив, церковь призвана показывать единство и силу Божию, способную устранить любые человеческие преграды. Таким образом, за мультиэтнические общины, объединяющие представителей самых разных культур и народов со всеми их не всегда понятными остальным специфическими особенностями, выступают довольно многие. Полагаю, ответ в вашей ситуации может быть двояким. С одной стороны, полезно помнить, что неразумно ожидать от нехристианина христианского поведения. Если христианина, я еще могу попросить прийти в церковь и отнестись с пониманием к присутствию там представителей другой этнической группы, поскольку все мы братья и сестры во Христе. Христианин это должен понимать и демонстрировать определенную зрелость веры, принимая тот факт, что в христианскую семью входят носители разных культур, разных этнических групп, разных рас, но все мы призваны вместе в едином духе прославлять Иисуса Христа. Рассчитывать на подобное понимание со стороны нехристиан не стоит. Приятие человека, отличного от тебя, это способность, которую дарует Бог. Поэтому, чем более евангелизационный характер носит наше служение, тем больше нам следует учитывать особенности других людей и их культуру, не принуждая действовать вопреки тому, что составляет огромную часть их естества. Когда же эти люди переживут личную встречу со Христом, которая дарует им способность любить тех, кому раньше они испытывали неприязнь, тогда и можно пытаться сформировать мультиэтническую общину. Итак, благовество относимся к людям с пониманием, а новообращенных учим побеждать страхи и неприязни любовью. К сожалению, зачастую общины составляют как раз-таки неэтнические меньшинства, в вашем случае нет цыганин, тогда как в Восточной Европе, например, именно они более открыты для восприятия Евангелия, но встречают прохладный прием со стороны верующих. Они приходят, но чувствуют неприятие. И тогда, опять-таки, к моему глубокому сожалению, нам приходится создавать этнические церкви, поскольку в смешанных общинах эти люди чувствуют себя крайне некомфортно. Для меня это плохое свидетельство миру о Божьей любви и теле Христовом, но такова реальность, и ее, увы, со счетов не сбросишь. И да, она далека от идеала. Но ради проповеди Евангелия основание отдельной церкви иногда наилучшее решение. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok